Продолжение следует... 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 И, в общем-то, независимо от нашего... Я бы как раз хотела привести слова Александра Иванова, эксперта. Сейчас власть уже абсолютно не нуждается в обществе и стала самостоятельным субъектом. И все, что происходит сейчас с этими законами, со всеми остальными делами, обществу перестает быть интересным, потому что оно понимает, что должно само как-то выживать. В конце концов, это приведет к очередному отрицанию власти, к перестройке государства в седьмой или восьмой раз в нашей истории. Поэтому просто надо правильно определить тот предел, когда это все наступит. В итоге вот эти перемены ведут к прогрессу, к положительным изменениям для людей, для общества. Или же они не изменят ничего, это какой-то совершенно неоправданный шаг. С точки зрения... Ну давайте вот с точки зрения Александра Иванова, эксперта. Ну вот насколько мы видим, Александр Петрович считает, что это просто нормальный процесс, который, ну вот он сам по себе естественный, да, там, наверное, это я уже от себя скажу, да, как там рождение, развитие человека, смерть, там, и так далее. То есть мы порождаем новую власть. Мы порождаем новую власть. Новую форму, скажем так, да, вравлений. Да-да-да, она своим вот уже заданным путем развивается. Потом мы ее все равно захотим изменить, ибо она оправдывает свою несостоятельность. Ну, может быть не так, да, но когда она перестает отделяться от общества, общество в конце концов ее переформатирует так или иначе. То есть это неплохо, нехорошо. Такова жизнь, такова система. Например, как я поняла Станислава Алексеевича Второго, он считает, что в данном случае наш путь хорош чем? Тем, что мы, как это объяснить, хоть что-то меняем. Потому что жить так, как мы жили прежде, было нельзя. Он считает, что система прямых выборов себя не оправдала на муниципальном уровне. Она задала очень много конфликтов, очень много сложностей. И чтобы вот нам выбраться теперь вот из этой всей каши, нам нужно систему поменять. Как она будет работать, мы посмотрим. Но ничего не менять было нельзя. Вот примерно вот такие мнения. Ну, проблемы поднимались на самом деле глобальные, взаимоотношениях, власть и общество, а показательно низкой явки на выборы. Вообще, что говорили о вовлеченности общества, общественности, вот выборы при такой, при новой схеме? Об этом мы говорили на самом деле очень много, может быть, даже несколько эмоционально, в том числе и мы, те, кто вел эту дискуссию. Потому что нам, например, казалось, что весь вот этот вот сегодняшний процесс, вот этот вот, условно говоря, выборный, он проходит в некотором полусне, что общество в нем практически не задействовано. Может быть, от того, что не заинтересовано, может быть, от того, что мало информировано. Скорее всего, и то, и другое. Я этот вопрос экспертам задавала. Вот, например, у Александра Петровича Иванов, в присущей ему яркой форме, он мне ответил от вопроса на вопрос, а нужно ли участие общества в формировании Совета директоров, словно говоря, Архангельского ЦБК? Понятно, что не нужно. Вот она говорит о том, что власть уже стала таким институтом, который не нуждается в ответной реакции общества в участии. Кто-то говорит, что да, конечно, нужно, и вот, например, Алексей Храбров говорит, а мы включаем в комиссию представителей общественности. Одного, но... Таковы нормы, да, в том числе, юридические, в которые мы поставлены. Вот, тоже вопрос открытый. Мы, естественно, со своей стороны считаем, что нужно гораздо больше с людьми разговаривать, им все объяснять и получать ответ. Светлана, когда состоится следующая открытая площадка, и что будут обсуждать эксперты? Да, на самом деле, следующая открытая площадка уже назначена. 28 октября она у нас пройдет, уже с участием телеканала ПС. Нашими гостями станут областной министр ТЭКО ЖКХ Игорь Годиш и директор областного фонда капитального ремонта многоквартирных домов Александр Бараев. Речь пойдет и, в принципе, о городском хозяйстве, и о капремонте, что, по-моему, сейчас чуть ли не самая топовая тема. И, конечно, мы не сможем обойти, опять же, тему конкурса на должность главы муниципального образования города Архангельск, потому что, как уже не секрет, Игоря Годиша называют одним из претендентов на этот пост. Светлана, я благодарю вас за беседу, но сейчас, я думаю, настало самое время рассказать о других статьях свежего выпуска «Правда Севера». Я хотела бы выделить два материала здесь, которые, как мне кажется, внутренне, а не продолжают тему, о которой мы сейчас говорили. Вот, например, у нас есть большое интервью с жительницей Лишиконского района, который держит многоквартирных домов. Кажется, тема очень простая, но это как раз, по-моему, обратная сторона той темы, о которой мы говорили, взаимоотношения государства и общества, и то, как люди сейчас учатся жить без участия власти, без участия государства, полагаясь сами на себя. В этом плане, я бы сказала, что оно никакое даже не сельскохозяйственное, оно философское. Я всем советую его почитать и найти это второе дно. Я думаю, что оно тут есть. И второй материал, он как раз затрагивает тему открытости и публичности. Только публичности нашей и ответственности за нее. Это публикация, страница личная и публичная в нашей постоянной рубрике «Закон и мы». Здесь у нас различные эксперты, специалисты рассказывают о том, какие опасности таят в себе наша чрезмерная открытость в социальных сетях, в том числе и в юридическом аспекте. Мне кажется, очень важно, с точки зрения, наверное, даже личной безопасности, с этим всем ознакомиться и иметь это в виду. Вот. А так, в принципе, очень хороший номер, который достоин того, чтобы его прочитать. Смотрите газету на ТВ, читайте правду севера. Увидимся через неделю. До встречи.